Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, в студии Дмитрий Чигаев. В нашей студии Сергей Васильевич Зуев, руководитель проекта Вайшнавский университет и Рузов Вячеслав Олегович, писатель, путешественник, философ. Итак, уважаемые гости, а вы в это верите? Верите ли вы в неопознанные летающие объекты? Что касается меня, то так получилось, что в жизни мне пришлось довольно-таки плотно заниматься этой темой в моей юности студенческой. Поэтому я не то что верю, я как бы соприкасался с этой темой и впрямую, и чувствами, и аналитикой, так сказать. Поэтому для меня вопрос веры как бы не присутствует, потому что это не вера, но это не вера, скорее всего, а анализ, в общем-то, опыт общения с реальностью, которая не очевидна для многих. О какой реальности сейчас говорите? Так получилось, что в студенческие годы я учился в Московском авиационном институте, и у нас был одним из преподавателей, основоположник вот этого движения уфологов, Феликс Юрьевич Зигель. Помимо преподавания вот этой высшей математики, он также создал студенческий такой кружок, в котором мы вполне реально как бы занимались расчетами возможностей тех объектов, которые наблюдают как неопознанные летающие объекты НЛО. И мы сравнивали это с теми характеристиками, которые современные летательные аппараты достигают. И в этом смысле у нас была такая научно-практическая работа. После того, как я вот занимался в этом студенческом объединении, также более широкий контекст людей есть, которые занимались уже, скажем, изучением каких-то практических результатов исследований. Они выезжали на места каких-то вот таких приземлений объектов, потом анализировали различные фото, видеоматериалы. Ну то есть вот я был в этой среде этих людей, поэтому для меня это вопрос не вера, а вот такого исследования более или менее как бы детализированного или, так сказать, углубленного и так далее. За годы жизни вы утвердились в этих исследованиях или углубились как-то, или вы как-то еще соприкасались со студенческих времен с этой темой? Ну я видел, может быть, раз в 30-40 объекты неопознанно летающие. То есть просто вопрос в том, что обычно люди видят то, на чем сконцентрировано их внимание, они фокусируются на этом. И если у них нет этого понимания, этой как бы области реальности, они как бы не обращают внимания. То есть очень много вещей происходит, которые происходят рядом с нами, но мы их не замечаем. Кстати, я думаю, что проблема фокуса, она существует всегда и во многих вещах. Буквально приобретая машину, думаешь, что у тебя только такая единственная машина, именно такого цвета, но выезжая на дорогу, ты понимаешь, что таких машин множество. И такое ощущение, что их большинство. Вячеслав, у вас какой опыт? Или ваше мнение, верите ли вы в неопознанный летающий объект? Мой опыт, конечно, не 40 контактов. Но два было очень ярких случая, интересных, сейчас один я расскажу, он был где-то лет 15 назад. И мы ехали из Хабаровска в Владивосток, там такая дорога. И посередине где-то там место такое, оно знаменитое всеми этими событиями, там все время что-то видят, кто-то там приземляется, взлетает. Такое классическое место для всех этих ситуаций. Мы ехали на автобусе, у нас было много человек, я был не один, поэтому могу этот случай как факт рассказать. Мы везли книги из Хабаровска в Владивосток. И ехали долго, поэтому в ночь попали как раз, решили остановиться и переночевать, просто ночью. Искали какое-то место и отъехали с дороги на заброшенный карьер. И подумали, хорошее место, никого нет, карьер, покупаемся, вода. И как только мы начали вещи вытаскивать, необъяснимый ужас, реальный ужас на нас накатил, тяжелейший. И мы стали смотреть по сторонам и увидели, что три реальных объекта над нами прямо зависли, четко, ясно. И было настолько жуткое ощущение, что тебя рассматривают как под увеличительным стеклом. Что мы хотя были люди достаточно, все были мужчины, ничего не боимся, но мы тут же собрали все вещи. И уехали оттуда, прогнали оттуда, это было четко, вот эти вот объекты, они подлетели, четко над нами зависли. И прямо голос там сказал, уезжайте отсюда, нечего нам тут делать, пошли вон. И мы в ужасе все собрали. Голос или ощущение было? Прямо четкое понимание, когда вы понимаете, что надо уезжать. То есть это, я не знаю, только вам знакомое это ощущение. То есть оно такое реально четкое, когда с тобой общаются, это какой-то нечеловеческий ужас. Четко, вот они прямо на тебя уставились, прямо чувствуешь, что они с тобой общаются, на тебя смотрят. Явно видны эти объекты, очень четко. Ясно. Невербальное обращение. Конечно. Тут же, в общем, уехали, и сразу стало легче и спокойнее. У меня такое ощущение, что вы пережили сейчас заново вот этот весь момент. Я помню. Это внутренний ужас. Это одно из ярких ощущений, потому что был реальный нечеловеческий контакт. Был реальный нечеловеческий контакт. И явно он был недобрый. Сто процентов был недобрый контакт. Поэтому мне вовсе не хотелось с ними установить какое-то общение или с ними встречаться. О доброте контактов с неопознанно летающим объектом мы еще поговорим. Да. Сергей, у вас был такой опыт? Или вы только изучали с научной точки зрения? Ну, я изучал и наблюдал. То есть получилось так, что я обнаружил, что большинство людей, их взгляд, он находится больше в плоскости перед собой. Они смотрят и вниз. А вот вверх гораздо реже поднимается взгляд. Просто люди не наблюдают небо. И вообще это немногие вернее. Социологические исследования современные говорят, что человек все чаще и чаще смотрит именно себе только под ноги. Да. И для меня удивительно было. Вот я иду по центру Москвы. Там, где сейчас храм Христа Спасителя, там раньше был бассейн. Мы ходили туда. У нас уроки физкультуры там проходили. Студенческие годы. Я вышел, стал смотреть на небо. И увидел прямо объект, который трансформировался на глазах буквально. Просто большинство людей не смотрят вверх и глядя не особенно там вглядываются. Как бы вот у их интереса, они, может быть, больше вот в этой плоскости обыденного существования. Поэтому большинство людей не наблюдает. Хотя наблюдать несложно. Просто если вы смотрите больше или как бы более пристально или вглядываетесь, то это обнаруживается. То есть это часть реальности. Поэтому я так воспринимаю, что это часть реальности. Другой момент, который я сейчас вот уже с позиции лет развития в рамках ведической традиции начал ощущать, это то, что люди находятся в рамках какой-то мировоззренческой концепции, скажем, материалистической концепции. Она ограничивает видение. Как это проявляется? То, что существует только то, что можно измерить. Допустим, гипотеза такая лежит в основе. Существует только то, что говорят ученые. То, что можно измерить. То, что в результате некого опыта. О чем мне уже сообщили, скажем, в школе, в институте, в учебниках. И люди видят только вот это. А другое стараются как бы вот так вот немножечко отбросить, отмести. Как вот известная вот эта ситуация, в книге описанной запрещенной археологии, Майкл Кремо, известный культуролог, антрополог, он обнаружил, что десятки тысяч артефактов в музеях Америки, Европы, они не укладывались в мировоззренческую картину мира, вот нынешнюю. То есть с точки зрения современной науки. Ну, допустим, они находят какое-то живое существо, его останки, которым человеческого, так сказать, вида, которым там, допустим, 40 миллионов лет. И они говорят, ну этого же не может быть. И раз и задвигают туда, в заднюю часть складика. Вот Майкл Кремо утверждает, что существует фильтрация информации в научной сфере. И вот многое того, что не укладывается в мировоззренческую концепцию, оно просто отметается или убирается, говорит, да ведь этого не может быть. То есть для чего? Просто чтобы не беспокоить общество или свой ум? Да, это давлеющая концепция, скажем, теория Дарвина о происхождении мира. Говорит, что вот, ну вот, наверное, вот так вот. И вот что определенные сроки существования, определенные способы развития. И мировоззренческая вот эта концепция накладывает отпечаток на то, что мы воспринимаем. Как известно, вот такой факт, что когда была вот эта вот смена концепции с геоцентрической на гелиоцентрическую, то есть когда было обнаружено, что вокруг Солнца вращаются все планеты, а не вокруг Земли, в этот момент многие люди, наблюдая небо, обнаружили множество других объектов там. Просто и раньше как бы они имели возможность видеть и открывать, но они не открывали, потому что считали, что вокруг Земли и смотрели в другую сторону, что мы вот вокруг нас все, и не видели то, что, ну, часть реальности не было видимо. Но это как факт такой научный был известен, что просто как бы точка отсчета меняется, ракурс меняется, и вы обнаружите, что много есть чего, что существует, но мы этого просто, ну, раньше не замечали. — С другими словами, материалистичный человек говорит, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И таким образом отметают любые какие-то гипотезы. — Очень часто, да. — Вячеслав, ваше мнение, какое относительно изучения самой науки, уфологии, которая возникла? Не лженаука ли это? — Нам очень хочется, чтобы все крутилось вокруг нас, вот эта вот эгоцентричная система. Мы хотим быть лучшими, мы хотим быть главными, мы хотим быть контролирующими, то есть мы хотим присвоить себе это первенство не только в стране, не только на Земле. Мы в космосе хотим себе присвоить это первенство. И когда появляются какие-то даже крошечные попытки нас с этого пьедестала столкнуть, мы начинаем сопротивляться. Поэтому это заложено в самой вот этой атеистической системе, когда я себя хочу поставить на первое место. Я в конце концов даже бога с этого пьедестала убираю. Не надо нам этого бога, не нужно нам ничего, все это для отставых людей. Я должен быть на этом первом месте стоять. И наука используется для этого, чтобы просто утвердить мою эгоистическую вот эту некоторую предпосылку, за которой не стоят какие-то факты. Нет, 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 нет вообще таких фактов, которые утверждают, что мы тут одни. Если мы посмотрим на космос, то все факты утверждают, что мы тут не одни. Что все шевелится, все движется, все везде работает, какие-то схемы происходят, кто-то летает туда-сюда. То есть даже просто невооруженным глазом, любой человек, если ляжет и полежит, так сказать, на спине, глядя на хорошее черное небо, где видны звезды, у него будет очень много вопросов, как это все вообще происходит, откуда это все берется и что здесь творится. То есть для думающего человека нет каких-то проблем, чтобы понять, что мы тут не одни. И вообще в этом, в общем-то, у человека есть эта способность вверх смотреть. Не у каждого животного есть эта способность смотреть вверх. Это люди, это вид такой, мы можем вверх смотреть, потому что мы должны развиваться. Мы должны искать помощь. И мы не хотим искать помощи, вот в чем проблема. Если бы мы хотели искать помощи, мы бы взяли бы и помощь от природы, и от более разумных живых существ. Потому что если мы посмотрим на, в общем-то, происхождение религии, почему ученые так отвергают религии? Потому что религия — это помощь сверху. Религия — это помощь сверху. Это кто-то пришел, кто-то понимающий, как все устроено, и на языке того времени все это объяснил. Тогда получается, я как ученый не становлюсь главным в этом. А я как ученый не могу это понять. И меня это раздражает. То есть верующие люди это понимают, принимают, какая-то есть космология религиозная, есть какое-то четкое понимание, где мы, кто мы, какие-то устройства планетных систем. А я ученый не могу это понять. И тут же происходит этот конфликт. Раз я не могу понять, этого нет. То есть это проблема эгоизма. Потому что если бы мы это начали исследовать, то мы бы много чего реального нашли, и мы бы об этом говорили, сидели каждый день. Но мы не хотим об этом говорить, потому что есть мой эгоизм. Я этого не понимаю, поэтому мы будем с этим бороться. Можно было бы сказать, что картина мира, она как формируется, и какое место в ней, скажем, занимает вопросы космологии и творения. Современная наука, что это такое? Это явление, которому несколько сот лет. Современная наука западная — это несколько сот лет эмпирически, когда методологиями эмпирических исследований утвердилась как давлеющая. Поэтому для современного человека, который опирается на эту науку, существует то, что можно измерить, то, что можно замерить, то, что можно почувствовать своими грубыми чувствами. Но сама же наука утверждает, что наши чувства очень ограничены в своём чувствовании. Скажем, мы можем улавливать колебания только в ограниченном диапазоне. А вот что там, инфразвуки или ультразвуки, они уже нами не улавливаются, потому что не приспособлен аппарат. А много чего происходит и в этом диапазоне. То есть это тоже остаётся за полем нашего внимания и возможностью изучения на сегодняшний момент? Ну, скажем, вот этот известный пример. Кошку, когда зовут, ей говорят «кс-кс-кс». А почему она откликается? Потому что этот звук, он как раз… В её диапазоне. Да, в её диапазоне. То есть это относится к этой сфере, которая вот она улавливает. И причём они все улавливают, потому что мы с ними начинаем говорить на другом языке. А другие звуки, она равнодушна, так сказать. Потому что мы тем самым просто входим в звуковой диапазон, скажем, вот этих существ. А рыбы, допустим, у них там меньше 7 герц, вот эти колебания или какие-то там вот эти вот на глубинах морских живые существа, они вот там тихо, спокойно так вот беседуют. Мы не улавливаем это всё. У нас это просто неуловимо. Точно так же, это я грубый пример привожу, что вот если взять спектр, спектральный анализ, то за пределами спектра, вот спектр восприятия, он какой-то вот такой, а весь спектр огромный, и большую часть мы вообще просто не воспринимаем, потому что не можем воспринимать, потому что чувства ограничены, в принципе. Они не могут. А если чувства ограничены, еще разум ограничен мировоззренческими установками, что вот мир создан только вот тогда, в результате взрыва живых существ не может быть, потому что мы их не измерили, а мы много чего не измерили, и много чего не можем измерить. Поэтому, можно сказать, что несовершенная концепция мировоззренческая или узкая ведет к тому, что многие явления, такие как уфология современная, они лежат где-то на уровне чуда, необычного, непознанного, скандального. Где-то в этих границах. Потому что наука улавливает только то, что может быть регулярно воспроизведено и замерено. Допустим, Тунгусский метеорит, известное явление, замерили результаты, но до сих пор не знает, что произошло. Там столько гипотез существует, что это было явление. Оно тоже как необычное, как НЛО присутствует, потому что по тем наблюдениям, которые делались, выводы делаются, что это не просто там метеорит упал и так далее, а там много чего произошло необычного, что не укладывается в концепцию метеорита. То есть насколько мы готовы, грубо говоря, если мы говорим о контактах с другими видами живых существ, другими мирами, даже планетарном масштабе, то готовы ли мы воспринять их или на каком языке говорить, как контактировать и так далее. То есть даже люди между собой не могут часто найти язык, хотя говорят вроде бы на одном языке, но это сложная вещь. А если предположить, что другой язык использует другая система, как Вячеслав сказал, что невербальная система. Невербальная это означает, что послание принято, а слов не произносилось. То есть послание может и другими языками, другими механизмами передаваться. То есть это называется, собственно, телепатия, когда вы понимаете, что происходит, но коммуникации не было. Вот я хотел бы Вячеслава спросить, как человек может расширить глубину своего восприятия или свое восприятие, или тонкость своего чутья восприятия окружающего мира? Возможно ли это сделать? Не стоит отталкиваться вообще от концепции, что если мы что-то померили, то мы это поняли. Это вот какая-то такая в действительности псевдонаучная идея, потому что она легко разбивается. Например, мы померили пирамиды, ну и что? Никто не знает, что это такое. Никто не знает, к чему это все. Мы померили океан, но никто не знает, что такое океан. Он такой же остался для нас неизвестный. Мы уже космос весь померили, но это не значит, что мы поняли космос. Мы много что померили. Мы человека уже всего измерили, но мы не понимаем, что такое человек. Его уже режут, режут человек, уже всего изрезали, уже все. Все, что можно было в человеке померить, уже давно померено. Но воспроизвести человека не получается. Видите, робототехника, она терпит крах, ничего не получается. Не получается человеческого мышления. Поэтому померить все-таки не значит понять. Понять это все-таки немножечко в действительности расширить свое мировосприятие, понять, что я тут не главный. Когда я хочу посмотреть на этот мир с другой стороны, мне нужно эту другую сторону принять. То есть есть другой взгляд на этот мир, тот же религиозный взгляд. Это другая точка мировосприятия. Если я еще хотя бы с одной точки смотрю, у меня уже стереоскопическое видение. Я уже шире вижу этот мир. Если я еще какую-то точку беру, я еще шире вижу этот мир. То есть я должен расширять свое мышление за счет того знания, которое приходит не только от эмпирического пути. Есть еще другие способы прихода знания. Поэтому самый главный вид знания, который нам приходит, это все-таки духовный вид знания. Аналогов нет. То есть он приходит, и он не просто приходит в виде каких-то общекультурных наставлений. Он в виде глубочайших пластов научного знания приходит. От всего. От тех же налетающих аппаратов, от той же Вайма, Ника Шастры, которая очень подробно все это описывает. От оружия всевозможного, которое ядерное оружие описывает. И от системы излечения, та же Юрведа все описывает. И от системы взаимоотношений, психология рядом не стояла. И физика описывается, и химия описывается, все что угодно описывается. То есть духовное знание не приходит как узкое знание. Оно приходит как чрезвычайно широкое знание. От него невозможно просто отмахнуться, сказать, что это какие-то догмы. Оно реально проверяется. Бери, делай, смотри, работают. Люди живут по этому знанию. Поэтому то, что мы видим, вот эти реальные духовные посылы, это то, от чего мы не можем отвернуться. Если мы отворачиваемся, то мы сужаем свое видение до минимума. Я смотрю на этот мир со своей одной точки, и этот мир для меня черно-белый и двухмерный. Буквально свою замученную скважину. То есть я не вижу его глубины. Конечно, и все это очень грустно тут же становится. А все это тут же делает мою жизнь безысходной. Если я не вижу глубины этого мира, то я не вижу цели жизни, я не вижу развития, все, что мне остается пить. Поэтому человеку дается столько алкоголя. Человек заходит в магазин, а вместо книг покупает бутылку. Вот и вот. Уперся в этот угол. Как в угол уперся. Почему ребенка в угол встают? Потому что нет грустнее места, чем угол. Некуда двигаться. Нам нужно, чтобы широта была впереди. Почему мы, когда на природу выезжаем, мы сразу на обрыв куда-то встаем и смотрим, как здорово, широта, глубина. А когда нас наказывают в угол или в тюрьму, вот все, сиди, нельзя никуда развиваться. Поэтому сейчас такая депрессия в обществе. Нам не разрешают обо всем этом думать более широко. Мы должны широко мыслить, а иначе нас просто загонят в угол. И вот мы будем в этом углу просто деградировать дальше. И чем это все закончится, мы знаем. Можем видеть, как ведическая культура, которую мы изучаем в университете у себя, что она имела гораздо более широкий мировоззренческий ракурс, картину мира. Действительно, многие вещи там были описаны. И вопрос, почему современный человек не может их или не обращать, не мали, не может воспринять, не принимает. Потому что барьер заключается в том, что одни люди находятся в одной мировоззренческой концепции, вот этой материальной, она узкая. Она просто более широкая, не может войти в более узкую систему, просто она шире. И поэтому люди как бы вот так вот с этой узкой системой… Ну материализм — это в целом узкая система. Это как бы, ну скажем, система, основанная, базирующаяся на эмпирической науке, которая, как я сказал, несколько сот лет. И для нее существует ограниченный мир явления, ограниченный мир понимания. А что касается метафизики, творения, там вообще какие-то дикие гипотезы, что взрыв произошел и так далее. Ведической культуре исходит совершенно другого мировоззренческого посыла, основы, что за тем, что как устроено, обращаются не к прибору, который самими же изобретен, там какое-то наблюдательное устройство или какой-то прибор для измерения, а идет процесс совершенно другого плана, который может даже не укладываться в голове. Вот если, скажем, вы хотите выяснить, идет какое-то строительство большое, огромное, что-то строят. И вы приходите и думаете, как мне составить мнение, что там происходит, чего строят вообще, как оно устроено, то вы можете поговорить со сторожем на стройке, он вам одну картину опрессует. А можно поговорить с главным инженером проекта, который все это замыслил, знает, где что устроено, когда что будет происходить и так далее. Видит, как оно будет. Видит, как оно будет. И этот метод как раз используется в ведической культуре. То есть за разъяснением к такому объекту, как Вселенная, обращаются к конструктору Вселенной. И он объясняет, что задумано. Это непривычно может казаться, конечно. Что задумано, что будет, какие циклы, как, где на каких планетах, что должно быть, в какие периоды времени и так далее. И вот этот необычный ракурс — это основа ведической культуры. То есть обращаются к главному инженеру творения, и он рассказывает в тонкостях, деталях, в таких общих каких-то категориях, обо всем творении. Казалось бы, для современного ученого «бери, не хочу, вот все есть». И уже многие вещи просто, если бы ученые обратились к этому, это было бы своего рода революцией. Кстати говоря, интересный момент надо отметить, что распространение вед, ведических писаний в современном мире уже породило группу ученых, такое целое направление, которые наряду с материалистической концепцией мироздания рассматривают ведическую концепцию как гипотетическую. То есть они говорят, как Вячеслав сказал, что с двух ракурсов. Мы меряем так, а вот тут из этих гипотез оно будет так выглядеть, так оно идет и так далее. То есть есть уже такая группа ученых, которые пытаются анализировать реальность. То есть они расширяют все-таки за счет этого свое мнение? Конечно, конечно. Они вынуждены весь этот категориальный аппарат принять ведической культурой, предположить, и когда они предполагают, они многое обнаруживают. Они поняли, что это плодотворно для их научного творчества, что они обнаружили много вещей, которые вот здесь бы они не возникли, а здесь они видятся уже, ощущаются, измеряются, потому что это другой ракурс на мир. Поэтому вот этот процесс обращения к создателю, к творцу, к конструктору, он не менее эффективен, чем просто что-то мерить. Я приведу конкретный пример, чтобы будет понятно. Ну, допустим, есть часы, есть первобытный человек, и вот он подошел, так сказать, у него какой способ? Он увидел часы. Как познать, что это такое? И вот он начинает смотреть, смотреть, облизывать, обнюхивать. Не может понять, что. И концепция современной науки какая? Надо разобрать на элементы, и тогда поймешь, что внутри. То есть, ну, он-то не создавал этого, разобрать-то он разберет, но у него нет отверток, он разобьет это все, и посмотрит набор частей. А почему они там, вот это, колесики движутся, зацепляются, вот этого он не поймет. Поэтому для этой очевидной ситуации более плодотворный опыт обратиться к конструктору, так сказать, и этих часов в том числе. Он говорит, так это просто, вот измеряется время там, значит, солнце, движение. То есть, в простых понятиях можно объяснить этому человеку, который ничего не знает, как это устроено, зачем это нужно, и что с этим делать. В этом смысле веды называют инструкцией по пользованию Вселенной. То есть, потому что там знание, веда, веда означает знание, оно объясняет практически все явления этой жизни. Что, где, откуда, как, почему, как использовать, что для чего предназначено, и так это может быть очень плодотворным реально. То есть, мы так можем извлечь огромное благо просто из того, что, ну, изучим эту инструкцию, и, может быть, поймем, что для чего предназначено. И интересный момент, вот, что касается, ну, человека самого. Современная наука, она, ну, это одно из белых пятен современной науки, человек до сих пор. Хотя, как бы, наука гордится тем, что большие продвижения. А что такое человек? А для чего он предназначен? Какова его миссия? А каковы его возможности? На этот вопрос, который возникает с младших классов, так сказать, и кончается там поисками ученых, никто внятно ответить не может. Это белое пятно. И поэтому отвечают очень просто. Человек — это машина для удовлетворения органов чувств. Вот это просто такая концепция, это материалистическая концепция жизни. Человек — это машина. Откуда она взялась, непонятно. Этот вопрос считается самоочевидным. И зачастую увод от решения заключается в следующем. Говорят, ну так природа создала. Природа. Так значит, природа имеет разум или что? Или как она создала-то вот этот совершенный прибор на пчелу, там, комара, вот этого? Вот. То есть за всем творением есть творец. И веды исходят из этого как из неопровержимого факта. И просто в ведах сохранилось знание от творца. Творец поведал об этом своим ученым, мудрецам, родственникам, и они передавали дальше. Веды — это записанное по линии передачи знаний, пришедшее знание от творца. В этом уникальность. И это на самом деле должно будить воображение современного ученого или ребенка, который говорит, а почему бы не обратиться к ведам и не спросить, потому что там очень много ответов находится. Сергей сейчас так много тем дал для наших следующих программ. Я бы хотел как раз вам передать слово. Я хотел добавить, мне очень важен этот момент, который мы сейчас начали развивать, про инструкцию. Есть очень важный момент. Смотрите, ребенок действительно изучает мир методом его ломания. Это считается детское сознание. То есть ему дали машинку, он ее разломал. Все понятно. и его взросление происходит тогда, когда он, видя незнакомый механизм, ищет к нему инструкцию. Это считается взрослый разумный подход. И на каждой инструкции первое, что написано, обязательно изучите инструкцию целиком. не пытайтесь сами находить способы нажатия тех или иных кнопок. То есть взрослый человек обязательно всегда ищет инструкцию, изучает ее от начала до конца и только потом начинает ей пользоваться. То есть это не так, что мы взрослее все больше ломаем, все больше изучаем. Потому что кажется, я же взрослый человек, значит должен до всего дойти своим умом. Ни в коем случае нельзя это делать. Взрослый человек ищет инструкцию. Она обязательно есть. Поэтому сейчас есть склады инструкций, а в интернете есть сайты, где все инструкции ко всему даются. То есть человек звучит гордо, и это гордо не значит, что он гордо все ломает. Гордо это значит, что он знает, где взять инструкцию и изучить. Вот это взрослый разумный человек. Мы как-то перестали взрослеть. освоить. Поэтому если я взрослый человек, то я пытаюсь понять, например, что такое человеческое тело. Есть ему какая-то инструкция. Аюрведа, например, мы изучаем эту инструкцию. Или йога. То есть это система, которая позволяет понять, как действует мое тело, как оно стареет, как оно болеет, что надо кушать, как надо себя вести. Есть инструкция к этому миру. Веда. То есть это абсолютно научный взрослый и все без инструкции разламывают. Поэтому мы боимся детям давать машины какие-то. Отец просто не даст свою машину. Что там сломалось? Ну-ка, я это откручу или это откручу. Но современный подход почему-то нам диктует, что мы должны действовать как дети. Не надо нам инструкции, мы сразу отметаем, мы дойдем своим умом. Это детское состояние. Но в какое-то детство все впали. Это очень опасное состояние, мы все дети. К сожалению. Точно так же существует концепция в ведах межпланетных путешествий. И говорится, что это не так плохо, что мы не соприкасаемся с другими мирами. Это наоборот защитная вещь, что веды говорят о том, что разные виды живых существ с разным уровнем сознания живут на разных планетах. И способ путешествия с одного уровня на другой не заключается в механическом перемещении. Сейчас современная концепция путешествий берется консервная банка или космический аппарат, к нему приставляется огромная система двигателей, которые должны сгореть и за счет реактивной тяги придать первую космическую скорость этому объекту. Он может вылететь за пределы притяжения планеты и достичь какого-то положения. Это чисто механическая концепция. Веды говорят о том, что они положительно отвечают на вопрос, что мир населен достаточно плотно везде и не только у нас. Может быть, с точки зрения жителей другой планетной системы мы можем выглядеть какими-то примитивными существами, с которыми мы-то думаем, что мы поп земли, что с нами надо контактировать. Они посмотрят, думают, что-то какие-то двуногие существа бегают. Муравейник. Да, какой-то муравейник. И что-то они много чудят. Вот эти двуногие чудят. Что-то загрязнили, океан загрязнили. Что-то у них все время энергия утекает. И вообще признаки разума может быть, они по-другому нас видят. Кто мы? Зачем мы здесь? Нужно ли им с нами вообще вступать в контакты? То есть веды говорят, что да, есть населенность, да, есть разные уровни, и способ путешествий тоже описывается. И он интересен, он такой, не надо реактивной тяги, не надо взрывать сотни тонн каких-то топлива какого-то ракетного, чтобы вывести килограммы полезного груза на орбиту. Способ путешествия тоже естественен через уровни сознания. То есть веды говорят примерно таким образом, что когда в своем развитии вы достигаете такого уровня сознания, который позволяет вам существовать на определенном уровне или другой планете, вы получаете там место или к шетру или тело, то есть в результате рождения в этом месте. То есть способ такой. То есть условно говоря, мы получили какое-то знание, переходим в другой класс. Да, то есть если мы достигли уровня, скажем, там много говорят в религиозных концепциях про райские планеты, допустим. Если вы ввели определенный образ жизни, вы можете получить определенную путевку в эту жизнь, путевку на определенный период. Райские планеты это тоже планеты материального мира, просто в них попадает, согласно ведам, попадают живые существа, как правило, люди, прожившие в определенном таком умонастроении, с определенными качествами, достигшими определенного уровня сознания. Им дается это как поощрительная возможность. Соответственно, ад это исправительное учреждение, где более суровые применяются процедуры для того, чтобы исправить сознание еже. То есть вопрос веды, они в большей степени говорят о том, что вопрос присутствия в том или ином месте Вселенной это вопрос вашего сознания. Поэтому они говорят ведать надо, знать, изучать. Мы заговорили об инструкциях, сейчас затронули ведическое знание. Вячеслав, есть ли инструкция к НЛО? И нужна ли она нам? Инструкция есть, но созрели ли мы до того состояния сознания, чтобы ей воспользоваться? Мы немножко зашорены вот этих в своей истории. То есть то, что, например, у нас есть инструкция даже к тому же компьютеру еще не значит, что мы его сделаем дома в своих условиях. Условия не те. То есть мы не находимся в этих условиях, чтобы инструкцию повторить. То есть если ребенку дать инструкцию к мотоциклу, он не соберет мотоцикл. Не получится у него мотор собрать. Просто потому, что он еще ребенок. Так же мы дети. То есть поэтому, посмотрите, это НЛО прилетает, в ужасе смотрит на нашу планету и быстренько улетает дальше. Это, вы знаете, я с чем все время сравниваю, как я иду, знаете, вот вечером мимо группы хулиганов. И вот я понимаю, что вот к ним лучше близко не подходить и даже они мне говорят «Эй, эй, сюда иди». Я понимаю, контакт с ними никакого уровня я устанавливать не хочу. Вот так же и эти НЛО, то есть это вполне могут быть разумные личности явно с каких-то других планет. То есть у них развитые технологии, они пролетают мимо, мы им говорим «Эй, сюда иди, разговор есть». И они тут же включают предпредельную скорость и улетают отсюда на полные, так сказать, свои полные желания никогда сюда больше не возвращаться и уж точно с нами не общаться. Потому что чревато это. То есть у нас даже общение человека с человеком чревато. то есть если вы на улице кому-то скажете «Эй, иди сюда», то он тоже даже не захочет не входить, а не в какой контакт и тут же куда-то убежит. А мы хотим, чтобы с нами какие-то другие вещи общались. Ну хорошо, давайте посмотрим. В последние годы, особенно последние десятилетия, все чаще и чаще фиксируются именно вот такие контакты с неопознанно летающими объектами. Что это за результат? Либо мы чаще начали смотреть в небо, либо просто наши сегодняшние технологии стали больше фиксировать таких моментов, фотосъемка, видеофиксация, какие-то те же самые радары и так далее. Либо это действительно какое-то большее внимание проявляют неопознанные летающие объекты, другие цивилизации, либо которые обеспокоены действительно тем, что происходит сейчас на Земле, вот той нестабильностью, которая возникает во всей Вселенной, о которой вы сегодня говорили. Давайте я вам расскажу еще одну историю. Было чуть позже, где-то, может быть, лет семь или восемь назад я приехал во Вриндаун, наисвятейшее место на Земле. И принято это место обходить, называется Парикрам. И чтобы все обойти, и тем более жара днем, надо рано утром выходить, поэтому мы вышли рано утром, мне на часа в четыре или в пять. Известная дорога, многие ходили по этой дороге, вы тоже ходили, знаете эту дорогу. И была ночь, такая кристальная ночь, кристальное небо, и мне вот что-то было интересно, я себя чувствовал не один. Мы шли, у нас вроде была маленькая группа, видел один, второй, третий человек, но я чувствовал, что я не один на этой дороге. И когда мы стали смотреть наверх, мы увидели, стали показывать друг другу, а опять появились эти объекты, очень интересно. Целая группа объектов, причем они были более такие живые, прямо над нами висели, и мы уже, нам это было не очень интересно, у нас было такое очень возвышенное состояние сознания, радостное, и мы просто шли дальше, они всю дорогу с нами прошли. Всю дорогу с нами. То есть видно, живым существам было тоже интересно как-то на все это действие, и уже была всем другая атмосфера, уже не было страха никакого, не было ужаса, было наоборот, мы шли вместе, прямо я чувствовал, что мы вместе идем, что мы вместе здесь в этой святости, погружаемся в эту святость, и они нас считают своими друзьями, как-то к нам совсем по-другому относятся. Вот он, уже контакт другого уровня. Там был контакт на уровне ужаса, а здесь был контакт на уровне какого-то взаимопонимания, на уровне какой-то духовности, на уровне души, мы там чуть ли не махали друг другу ручками. Абсолютно другая ситуация, и результат абсолютно другой. То есть мы реально чувствовали какое-то свое космическое единство, потому что это уже другой уровень взаимоотношений, видимо, они поняли, что мы чем-то другим занимаемся, что мы не ракеты создаем, а мы какую-то святыню обходим, и они к нам более так вот богожелательно были расположены. На ваш взгляд было связано это космическое единство, то есть то, что ваше внимание было устремлено к самому высшему? Все равно, когда мы общаемся друг с другом, мы все равно не на слова внимания обращаем, а мы все равно ищем мотивы друг у друга, мы все равно смотрим в глаза, мы все равно ищем эту вот невербальную информацию, что за человек, чего он хочет, потому что словами в действительности мы немного можем передать, но вот мотивом сразу чувствуется, мотив это запах. То есть читать настроение. Вы знаете, вот как пища, она может выглядеть красиво, но пахнет она ужасно. Также и общение, то есть мы можем говорить очень красиво формулами, какими-то идеями, концепциями, но пахнуть от этого будет эгоизмом. Человек это звучит гордо, понимаете, мы докажем всем, что мы лучше, и от этого все плохо пахнет. И если это действительно высокоорганизованные живые существа, они также обращают внимание на мотив. И как только они, может быть, увидели наш тот позитивный мотив, что не было никакой корысти, мы были в святом месте, шли и были очень вдохновленные, то тут же произошел какой-то более добрый контакт, и мы всей дорогой вместе пошли. Понимаете, то есть совсем другое значение, совсем другое влияние. И сразу же результат другой. То есть мы все равно, все живые существа, у нас все равно один и тот же стиль общения. Мы хотим чем-то поделиться. И если у нас есть чем поделиться, то контакт будет установлен. Даже если они совсем другой планеты. Мы все равно можем идти рядом, может быть, они на своих кораблях будут лететь, и мы будем идти босиком. Я шел босиком, они летели на кораблях, но я реально чувствовал это наше взаимопонимание. Мы поняли друг друга. Вот в чем суть. Говорят, братья по разуму. То есть уровень разума тоже определяет общение. Есть такой тезис в ведах. Птицы одного крыла держатся вместе. Ну то есть, допустим, вы заметили, что вот вороны, они тоже в стайке сбиваются и между собой там каркают, общаются. А лебеди, это другой вид. Вы никогда, наверное, не видели, чтобы вот вороны и лебеди смешались и начали бы друг с другом общаться. В ведах описано, что у них разные вкусы. Допустим, у лебедя есть такая замечательная способность, связанная с его устройством анатомическим, что он может отделять в воде субстанции друг от друга. То есть, если молоко налить ему в воду, то он молоко может извлечь, а воду оставит. Это интересная вещь. То есть, такая тонкая вещь, избирательность. В ведах эта идея заложена таким образом, что каждый живой существ выбирает, с кем общаться, в какой группе жить, с каким окружением и так далее. В этом свобода воли проявляется. И если вы обладаете какими-то качествами, ценностями, мотивами, как вот Вячеслав говорит, для данной среды, для данной группы, то вы, естественным образом, притягиваетесь, испытываете симпатию, общаетесь с этой группой и у вас взаимопонимание. Кстати говоря, определить вот этот уровень такой совместимости, то есть, вот эта группа людей, которая подозвала идти к ним или не идти, можно разными путями даже, вот можно по интонации, можно по прогнозируемому развитию событий, и можно также, глядя сверху, скажем, вот если мы говорим об инопланетных каких-то жителях, которые прибыли, и в них есть задача выбрать подходящих для коммуникации компаньонов, то не обязательно изучать китайский язык или русский. Глянул на человека, уже все видно. Просто на невербальном уровне многие вещи, они просто считаны. Вообще, даже психологи современные наши говорят о том, что большая часть информации о другом живом существе, она невербальна, она не из ваших слов исследует. Там это вот может быть 10%, вот то, что вы говорите, декларируете, а они смотрят положение глаз. Вот, допустим, говорят, тест на проверку, говорите ли вы там правду или нет. Говорят какой-то вопрос вам, куда у вас зрачки, так сказать, повернулись. Это уже исследованный момент, что это к этому полушарию или к этому полушарию. И, так сказать, можно многое узнать просто из простых наблюдений за человеком, но точно так же можно видеть из невербального состояния, ну, скажем, когда говорят тонкоматериальные вещи, вот, скажем, сейчас говорят часто об ауре человека. По конфигурации и преобладающим цветам в ауре вы можете сказать, что за человек, каковы намерения, надо ли вообще с ним иметь дело. И точно так же при преобладании определенного цвета, значит, определенное преобладание качеств внутренних и точно так же вот для контактов инопланетные, как бы, жители могут избирать тех, кто подходит для вот этой коммуникации, то есть интересен, подходит. Поэтому это не массовое пока явление, поэтому они, так сказать, выбирают, смотрят, наблюдают. В заключении передачи ваше мнение все-таки непосредственно о неопознанных летающих объектах. Один момент, который вы, Вячеслав, я хотел у вас еще уточнить, все-таки чувство страха, которое возникает в большинстве случаев у людей, которые контактируют с неопознанными летающими объектами. Почему именно страх овладевает и сковывает человека? Мы боимся что-то потерять. Поэтому, когда какая-то агрессия исходит, появляется реальное чувство страха, и все это говорит, в конце концов, о нашей корысти. Может быть, мы еще немножко, вот я напоследок хочу сказать о корысти. Когда мы хотим с кем-то вступить в контакт, то в первую очередь мы смотрим на уровень корысти у этого другого человека. И в чем, например, проблема современного человека? С кем бы мы в контакт пока не вступали, у тех, с кем мы вступали в контакт, были большие проблемы. Например, мы вступили в контакт с пчелами, мы их изучили. Мы их поняли и забрали у них мед. Все, пчелы клада начали исчезать. То есть, мы вступили в контакт с животными, поняли животных, изучили их и начали забирать у них полезный мех, полезное мясо и так далее. Просто жизнь начали забирать. Посмотрите, то есть, мы изучили там нефть, как ей пользоваться, какая она полезная, что мы сделали, мы у матери земли, мы забрали ее кровь, нефть. То есть, что бы мы ни изучали, мы это изучаем с корыстью. То есть, позвольте-ка мне вас поизучать. Это реально страшно. Реально страшно. Поэтому, пока у нас есть эта корысть, никто с нами не будет вступать ни в какой контакт. Потому что, неинтересно общаться с корыстным живым существом. Корысть дурно пахнет. И поэтому, что мы хотим от НЛО? Мы хотим от него технологии. Правильно? Технологии. Ну-ка, нам быстренько все расскажите. Военные тут же радостные, все тут же радостные. Новая бомба, новая бомба. Дайте нам новую бомбу. Поэтому они нас отпугивают. Не лезь сюда. Да, у нас есть технологии, ты их не получишь. До свидания. Ты опасен по своей природе. Ты корыстен. Корыстный, значит, опасный. Мы корыстны. Поэтому никто с нами общаться не хочет. Поэтому там тоже есть какие-то вооруженные силы, там тоже есть свои генералы, там тоже есть средства безопасности. Мы для них опасные живые существа. Нас нельзя близко к этому подпускать. Потому что мы даже у бедных пчел все отобрали, у бедных мы у животных все отобрали, все, что могли. Красная книга у нас тому доказательство. Вот мы с ними общались, красная книга появилась. Все потихоньку общаются с нами, вымирают. Поэтому они тоже не хотят вымирать. Они хотят от нас держаться подальше. Сергей, пожалуйста, ваша небольшая резьба. Это большая сфера, которая стала более доступна современному человеку ввиду того, что сейчас больше информации распространяется. Раньше это было все на уровне опыта отдельных людей. То, что такие вещи существуют, это запечатлено даже и в исторических различных, и в хрониках, иконах. Выяснилось, что на многих иконах изображены неопознанные летающие объекты. То есть они были тогда, были тогда, были тогда, просто наш уровень понять это явление, он может быть невысокий. И мы выступаем действительно с потребительской точки зрения. Попытки украсть какие-то... Нас поражают технологические возможности, но это не означает, что с нами будет кто-то делиться. Зачастую мы можем видеть, что современное состояние человечества таково, что мы не готовы мы не на том уровне находимся духовно-нравственном, чтобы понять правильно, адекватно и выстроить коммуникацию и отношения. Поэтому не происходит более глубоких таких вот каких-то коммуникаций, развития. Ну, точно так же можно было спросить, а почему вы не породнились с зайцами, допустим? Потому что мы разные в них они бегают, прыгают, мы ходим там, то есть это разные, как бы так сказать, возможности и разума, и мировоззренческие и так далее. То есть эти явления мы сосуществуем, мы соприкасаемся, но готовность наша плодотворно общаться оставляет желать лучшего, и поэтому мы пока вот выглядим как такие объекты, за которыми наблюдать можно, но пока вот к коммуникации мы, может быть, не готовы. Но может быть мы пока готовимся к этим более плодотворным контактам. Я думаю, лично моя точка зрения такова, что в тот момент, когда мы будем готовы к этим контактам, мы в них вступим и будем плодотворно общаться. Просто если мы не готовы, то возникает вот эта ситуация, которую мы наблюдаем зачастую, просто более такого взаимного наблюдения, взаимной какой-то корости, желание что-то похитить, увидеть, забрать. Это такой первоначальный уровень. И может быть к такого рода коммуникации не надо стремиться. И поэтому вывод, который надо, можно было бы сделать, не строить устройство с ракетной тягой, так сказать, миллионы долларов, миллиарды даже долларов, чтобы на Луну полететь, 20 миллиардов, понимаете. А веды говорят, развивайте сознание, это гораздо более перспективно, и поставьте эту цель. И вот интересный момент, что в ведах говорится, что какая бы цель не была поставлена, вы можете ее достигнуть в пределах этой вселенной, исследовать инструкциям конкретно. Точно так же, если ставится задача понять слабо изученное с точки зрения эмпирической науки, надо следовать богатому опыту и знаниям вед, и мы это поймем. Если эта задача стоит перед нами, и она актуальна, то можно достичь результата. Веды говорят, что вот эта человеческая форма жизни, она уникальна тем, что в ней даются все возможности, возможности сознания даются такие, в рамках человеческой формы жизни можно решить все задачи, то есть потенциально можно ответить на все вопросы, в том числе понять самые глубинные вещи, которые можно достичь, поставить и разрешить, а именно первоисточники всего, понимание его и даже установление контактов с ним, понимаете, это более глобальная задача, чем с летающими объектами, пусть даже не опознан вступить в контакт. Понять самые глобальные проблемы можно через веды, в том числе и проблемы неопознанных объектов, можно понять, но это будет как частная задача. Спасибо большое. Уважаемые зрители, вот в таком живом обсуждении очевидного, невероятного и неизведанного мы вышли за все допустимые рамки нашей сегодняшней программы. С нами в гостях был Сергей Зуев, руководитель проекта Вашнавский университет, и Вячеслав Рузов, писатель, путешественник, философ. С Вами был Дмитрий Чигаев. За эту передачу я еще более укрепился в своей вере в НЛО. Уже хотя бы от того, что наши уважаемые гости на невербальном уровне считали почти все мои вопросы, которые я к ним приготовил. И у меня вопрос к Вам. А Вы верите в этом. До новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова